Всем огромный-огромный привет! Меня зовут Марина, и в своём сегодняшнем видео я вам расскажу о своих новинках из декоративной косметики для губ, а именно о своих новых помадах и своих новых блесках, которые у меня появились. И если вам интересно, то оставайтесь со мной. В этом видео я вам расскажу про то, что мне понравилось, а что мне не очень понравилось, что бы я вам посоветовала купить, а что, скорее всего, что, ну, наверное, не посоветовала бы. Итак, вообще, с чего я загорелась идеей накупить себе новых помад? Ведь у меня достаточно много средств для губ различных. Просто я недавно перебирала свою косметичку, и мне показалось, что у меня какое-то всё слишком такое зимнее, слишком осеннее, слишком бежевое, и мне захотелось чего-то очень яркого и розового. И плюс это всё совпало с тем, что мы недавно ездили на небольшую фотосессию, и нас совершенно бесплатно красили девочки из фирмы Mary Kay. Они не пытались нам продавать свою косметику, они просто нам сделали макияж своей косметикой, и всё. И забрали фото в своё портфолио, и не более. И девочка меня накрасила очень красивой помадой от фирмы Mary Kay. Цвет назывался Fuchsia. Она была просто божественно розовая, при этом какая-то не как Барби, не вульгарная. Я даже, не знаю, я просто от цвета обалдела. Я фото с этой помадой вынесу на главное фото для видео, чтобы вы могли посмотреть, насколько красивый цвет помады у меня был. Я сделала буквально пару селфи с этой помадой, а на профессиональных фотах, скорее всего, я... Ой, к сожалению, цвет получился совершенно не такой. Он очень сильно исказился. Так вот, и с этого момента я загорелась желанием найти себе точно такой же цвет. Помада в Mary Kay мне показалась довольно-таки дорогая. Она стоила 600 рублей. Я с помадами, можно так сказать, просто балуюсь и экспериментирую. Я практически ни одну помаду не допользовала до конца. Они мне очень быстро надоедают. Я вообще как-то крашу губы, свои губы периодами. То крашу, то я их вообще очень долго могу ничем не красить. И поэтому мне нужно было что-нибудь побюджетнее. Просто, чтобы побаловаться с цветом и понять, вообще идет ли такой цвет или не идет. И я приступила к поискам. Мне помада, которая показалась мне похожей по цвету на то, чем меня красили в фирме Mary Kay, это была вот такая вот помада от Pupa. Она называется Pupa AM в оттеночке номер 405. Все остальные помады отдавали либо фиолетовым, либо уже уходили в слишком кукольно-розовый. Помаду от Pupa я купила со скидкой. У нее была какая-то акция. Я ее купила за 300 рублей. Без акции она стоит 600. То есть почти, в принципе, как помада от Mary Kay. Но со всеми, со всеми репгошевскими скидками она будет стоить все равно 500 рублей. Я ее купила по акции за 300. К сожалению, акция уже закончилась. Помада имеет очень такой дорогой монолитный дизайн. Она практически выполнена, вот как бы практически у нее крышечка совпадает полностью с низом помады. Мне это очень нравится. Ее очень удобно держать в руке. Оформление у нее абсолютно люксовое, очень дорогое. Надписи все прочные, не стираются. И помаду вообще ее очень приятно держать в руке. Выглядит просто шикарно. Значит, сама по себе помада вот такого вот цвета фуксии. Выполнена очень качественно. Здесь прописана Pupa. Очень пигментированная. Сейчас я вам покажу. Насколько я знаю, помады показывают здесь, да? Очень пигментированная. Очень такая ярко-ярко-розовая. Немножко уходит в сиреневый даже, я бы сказала. В общем-то, именно такой цвет я и искала. Именно такой цвет хотела попробовать. Я осталась цветом, пигментацией и стойкостью очень довольна. Но что мне очень не понравилось в этой помаде? У нее уходовое свойство у этой помады просто на нуле. То есть помада абсолютно никак не ухаживает за губами. Она их подсушивает. Если у вас губы сухие, все эти шелушения она подчеркнет. Помада очень чувствуется на губах. И кроме того, помада окрашивает губы. То есть когда вы ее стираете, все ваши губы приобретают вот такой вот нежно-малиновый цвет. И мне кажется, что это очень-очень вредно. Я дала эту помаду попробовать подруге. У нее были немножко шелушающиеся губы. Помада их очень сильно подчеркнула. И всю эту кожу, по-моему, отшелушила еще больше. И всю ее окрасила в малиновый цвет. Мне кажется, это очень-очень не полезно для вашей кожи губ. Поэтому, ну в принципе, такой цвет я часто носить и не буду. Поэтому, как бы, на сезон мне хватит. С бальзамом я ее еще не использовала. Поэтому не знаю, будет ли она плыть на бальзаме или нет. В любом случае, я думаю, что с защитным таким плотным твердым бальзамом она плыть не будет. Но, честно скажу, я сейчас на эту помаду скидки нет. И если вам нужен именно вот такой цвет фуксии, то я бы лучше приобрела бы помаду Mary Kay, если честно. Потому что дизайн у нее еще интереснее. Он тоже такой металлический. И как-то она тут нажимается, и крышечка открывается как-то кнопочкой. Это было очень классно, но я не разглядела. Помада Mary Kay, конечно, тоже не обладает никакими ухаживающими свойствами особо-то. Потому что она очень стойкая. Стойкие помады, как правило, никогда не ухаживают за губами. Помада Mary Kay у меня продержалась где-то 8 или 9 часов. Я вообще была просто в шоке. И когда я ее сняла салфеткой, я ее сняла просто сухой салфеткой, без всего, то она у меня просто нормально снялась. Губы у меня были вот такие вот, как у меня сейчас. То есть помада не окрасила кожу губ, не высушила их. Она просто за ними не ухаживала все это время, так скажем. Поэтому попу я купила только из-за скидки. Но без скидки я бы вам посоветовала ради вот такого цвета фуксия купить лучше у Mary Kay. Но не могу отвечать за фирму Mary Kay и за все ее остальные оттенки. Кроме этого оттенка фуксия я там больше ни к чему как-то не присмотрелась. У попу достаточно много модных таких веселых оттенков. Я бы сказала, она в такой коробочке идет. Мне, в принципе, так вот по дизайну мне понравилось. Но пользоваться я буду ей редко, так как не считаю ее полезной помадой для своей губы. Вторая помада, которая мне очень-очень понравилась, я в нее просто влюбилась. Это помада от Фаберлик, номер 4581. Она у меня из такой вот серии. Из серии, значит, из серии, серии «Сияние в цвете». Стоит на 229 рублей, но так как я подписана на косметику Фаберлик, то мне она досталась за 180 рублей. Я заказала вот этот вот оттеночек, называется «Радуга на Венере». Вообще, я заказала эту помаду не ради оттенка, а ради самой помады. Так как я слышала про нее хорошие отзывы, а еще мне очень впечатлили вот эти вот губы. Я, конечно же, не поверила, что после помады губы могут быть настолько кремовыми и настолько красиво выглядеть. Я в это вообще не верила. И просто я тыкнула в оттенок наугад. Просто наугад, просто было интересно попробовать эту помаду. Я думаю, 180 рублей не такие уж и деньги, даже если я их потеряю. Ну, по крайней мере, я просто попробую эту помаду и все. На самом деле, каково было мое удивление, когда я получила эту помаду. Это был тот цвет, который я искала уже много-много лет. В каталоге он выглядит гораздо более розовым и более кукольным. В жизни это очень классный, очень приятный, очень натуральный цвет. Цвет такой чайной розы. Я очень давно искала этот цвет. Обычно он попадается только в люксовых марках, но я их не покупала из-за их цены. Также цвет чайной розы я видела только в фирме Mary Kay. Но в фирме Mary Kay он был с перламутром. А чайная роза с перламутром отдает такой очень возрастной помады, я бы сказала. Такой для женщин хорошо за 50. У меня такие ассоциации. Тут именно кремовый цвет, именно без перламутра. Помада очень хорошо ложится в один слой. Она мягкая, кремовая. При этом она не затекает в складочки, как это обычно бывает с мягкими помадами. Она никуда не размазывается. Она отлично держится без карандаша. Ее можно наносить как тоненьким, так и толстым слоем. Она действительно дает эффект вот таких вот кремовых разглаженных губ, как это было, как я вам только что показывала в каталоге. В общем-то, мне кажется, по качеству это, наверное, та самая лучшая помада, что у меня сейчас есть. Лучше всех люксовых, что у меня когда-либо были, что у меня сейчас есть. Просто такое качество я не ожидала. Ее настолько приятно носить, она настолько вообще приятная в использовании, у нее настолько благородный оттенок, что я вообще не ожидала. Я вам однозначно рекомендую ее попробовать, тем более за 180 рублей. Я обязательно попробую еще какие-нибудь другие оттенки. Надеюсь, что они мне также подойдут, как и вот этот вот оттенок. Кроме того, я дала попробовать эту помаду подруге, у которой были небольшие шелушения на губах. И мы обе очень удивились, когда буквально через минуту помада пригладила каким-то образом все шелушения. То есть это просто чудо. Помимо всего прочего, она еще и, оказывается, и ухаживает за кожей губ. Когда вы ее стираете, никакой пигментации на губах не остается. Держится она часа два, час где-то. Это, в принципе, не очень много, но для кремовой мягкой помады это нормально, так как кремовые помады обычно вообще очень плохо держатся. Единственное, что я вот смотрела на нее, и мне казалось, что что-то здесь не то. Мне помогла сформулировать, это моя подруга. Она сказала, что вот у нее очень неудобный дизайн, так как пластик, понимаете, вот когда вы очень торопитесь, так выставляете помаду, и вам нужно вот, чтобы это все совпало. То есть вам нужно с ней еще как бы повозиться, чтобы ее закрыть, так скажем. И еще не очень удобно то, что она такая пузатая, не очень удобно ее держать в руках. Лучше бы это был бы просто вот обычный такой вот футляр типа Пупа. Пусть даже он был бы пластиковый, но пусть лучше был бы он обычный. Да, запах у нее такой кремовый, вкус она не дает никакого. В принципе, отличная помада за такую еще цену, качество просто у нее мега люксовое. Не знаю, у меня была помада вот такая же кремовая и в Сен-Лоран, я ее недавно выкинула, потому что она, когда вы разговариваете, плавала из-за своей мягкости по всем губам. Эта помада не плавает по губам, отлично держится. Я пробовала разговаривать перед зеркалом, я просто мега довольна. А следующая помада от Фаберлик уже из другой серии. Она из серии у меня абсолютный объем, 100% цвета и объема. Помада стоит 189 рублей, мне она досталась за 150 рублей. Купила вот такой вот оттенок клубничный смузи. Ну, из плюсов этой помады я бы отметила то, что у них очень много красивых оттенков. Посмотрите, сколько шикарных нюдовых оттенков, сколько шикарных розовых оттенков у них. Ну, а в целом, вот так вот, по всем остальным характеристикам помада самая средняя, самая обычная. У нее среднее покрытие, оно такое какое-то не перламутровое, не матовое, оно просто среднее, как вы можете видеть. У нее средняя стойкость, то есть небольшая, у нее средняя степень комфортности при ношении на губах. За кожей губ она не ухаживает, то есть, если у вас кожа губ в шелушающемся состоянии, она будет шелушиться. Если у вас кожа губ в хорошем состоянии, помада, в принципе, нормально ляжет. Запах у нее какой-то обычный, чуть-чуть более сладкий, чем вот у этой вот помады. Дизайн у нее более чем обычный, такой вот вообще дешевенький пластиковый, такая дешевенькая пластиковая крышечка. В общем-то, обычная помада, самая-самая обычная. О, да, кстати, оттеночек у меня 41054. Ради самой помады я бы ее заказывать вам не советовала, я ее заказывала ради вот такого вот розового кукольного оттенка. Оттенок мне подошел и понравился, но пользоваться им буду как раз летом, осенью не знаю, посмотрим, летом буду. Так что, если вам нужен сам оттенок, то ради оттенка вы заказать можете, я так думаю, а ради самой помады я бы ее заказывать не стала. Дальше у меня появилось два новых блеска. Первый блеск подарила мне Маша. Это такой кремовый блеск от Faberlic, к сожалению, его уже снимают с производства и купить его могут, как она мне сказала, только консультанты. И второй вот такой прозрачный блеск от L'Etoile в оттеночке 101. Вообще, что я хочу сказать про блески. У блеска всегда такая несправедливость. Либо они очень приятные, очень легкие, такие очень нежные, но совершенно не липкие, но совершенно не стойкие. Либо они стойкие, но при этом липкие и не особо приятные в носке. Вот так вот всегда, с любой маркой, хоть люкс, хоть бюджетные. Вот этот вот блеск от Faberlic, он как раз вот из разряда нежных, приятных, очень таких мягких блесков. У нее даже запах очень приятный, такой клубничный. Он на моих губах выглядит прозрачно, так как у меня пигмент губ яркий. Он выглядит такой не агрессивно прозрачным, а именно очень нежным. И придает моему лицу такой как бы нежный оттенок. Но, к сожалению, совершенно не стойкий. Я его обновляю примерно каждые полчаса, но мне не лень, потому что у него красивый дизайн. У него такая кисточка маленькая, симпатичная. Мне он, в общем-то, нравится. По оттенку он тоже довольно-таки дорогой, благородный оттенок. Вот. И блеск от L'Etoile, вот он уже более стойкий, но и липкий. Видите, вот как вот он тянется. Так тянутся гораздо более липкие блески. У него уже такая агрессивная прозрачность, как бы я назвала. Он именно сияет такой водной гладью на губах. Губы становятся очень сияющими. И я его даже не наношу на помаду. Я пробовала его наносить вот на эти вот две помады. И помада уже выглядит вот на эти вот. Первую и третью. И помада уже выглядит просто вульгарно, если честно. Так что я его ношу только отдельно. В общем-то, это были все мои покупки. Это были все мои коллекции помад. В общем-то, блески... Я бы, наверное, посоветовала бы вам попробовать эти блески. Мне они очень нравятся по качеству. Тем более, в L'Etoile сейчас большие скидки. Но единственное, что вот да, нужно учитывать такую особенность, что приятные блески всегда нестойкие. А не такие приятные всегда более стойкие. Вот. Также я бы вам однозначно порекомендовала бы попробовать у кого-нибудь заказать. Не знаю. Вот такую вот нежную, мягкую кремовую помаду от Faberlic. Я от нее осталась просто в восторге. Я буду заказывать еще и еще. Пару оттеночков каких-нибудь себе куплю. Может быть, не час, но может быть, на осень точно куплю. Вот эту вот помаду я бы ее вам, наверное, не посоветовала бы. Только если вам нравится сам оттенок очень сильно, тогда да. Кстати, да, у меня она еще и... Когда она сходит с губ, она еще и сходит, кстати, не очень ровно как-то. И вот эту вот помаду смотрите сами. У нее есть и плюсы, и плюсы, и у нее есть и минусы. Впрочем, я считаю, что редко пользоваться такими помадами можно, но часто, конечно же, нет. Потому что мне кажется, что она, если честно, очень плохо влияет на кожу губ. Она какая-то совсем ядреная. И мне вот, честно говоря, хоть мне и нравится этот цвет, хоть я и хотела таким пользоваться, возможно, я ей попользуюсь всего лишь пару раз за лето для каких-нибудь фото и не более. Вот. Это, в общем-то, была вся моя коллекция. Всем удачного лета, всем счастья, всем море цвета. Что я несу? Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok